Всем привет! Это очередная реинкарнация проекта под названием Ежелока Ньюз. Это видео, в котором я буду говорить о новостях, которые случились с Локомотивом, или так или иначе Локомотива касаются, и которые меня больше всего зацепили, ну и свое, собственно, мнение о нем. 1 июня 2020 года — это дата, которую мы с вами запомним надолго. В этот день вступил, а точнее вляпался в должность главного тренера Локомотива Марко Николич. Ну а 31 мая — это, соответственно, последний день работы Юрия Семина. В последний день контракта Юрия Семина клубные социальные сети бахнули просто из-за всех орудий. По словам директора по связям с общественностью Кирилла Брейдо, пресс-служба подготовила 220 постов в социальных сетях, посвященных тому, какого же крутого тренера мы с вами потеряли. Всех знают, что он очень хороший тренер. Он все победил с Локомотивом. Но самое важное, что он тоже хороший человек. Болельщиков такой поток несказанно удивил. Если Палыч действительно так хорош, если с ним связаны все основные успехи клуба, если все молодые игроки наперечет рассказывают, как здорово им было работать с Палычем и какой большой толчок в карьере он им дал, зачем вы его убираете? Вы знаете, есть предел человеческим положительным качествам, но человеческой мерзости нет предела. Спасибо. Ковровое бомбометание постами в социальных сетях не заканчивалось до самого вечера. К концу даже у самых лояльных болельщиков появилось чувство неловкости. Такое ощущение, что это не клуб отправил легендарного тренера в отставку, а он сам ушел, закончил карьеру или того хуже панихиду по нему устроили. Нет, к счастью, Палыч жив-здоров и всех нас счет с вами переживет. Вот и известный рэпер Элли Уан в своих социальных сетях назвал пиар-службу у Локомотива лицемерами и отписался от всех социальных сетей. На защиту своих ребят поднялся директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо. Ну и понеслось. Что хочу сказать, с этим прощанием клуб, конечно, переборщил. Все это круто бы смотрелось на день рождения Палыча с подарком в виде нового контракта. Ну или действительно на тот момент, когда Палыч уйдет из футбола и передаст клуб кому-нибудь в надежные руки. Но точно не сейчас. В этой конкретной реальности это был не один, не два, а 220 плевков в душу болельщикам. Проблема, конечно, не в социальных сетях, не в пиар-службе, не в дирекции по связям с общественностью. Они попали в так называемый цукцванг. Ситуацию в шахматной партии, когда любой ход ведет к ухудшению позиции. Понятно, что до Кирилла Брейдо или Анны Галай дотянуться гораздо проще, чем до Кикнадзе или Мещерякова. Но решение о том, чтобы не продлевать контракт с Палычем, принимали все же не в пиар-службе и не в дирекции по связям с общественностью. И не они из всего многообразия тренеров выбрали никому неизвестного Марка Николича. А вот в том, как именно обставить уход Юрия Семина 31 мая, правильного варианта нет. Есть варианты, которые понравились бы чуть больше или чуть меньше. Да, наверное, 220 постов это все же перебор. Но две вещи мне все-таки понравились. Первое – это рекламный экран, выкупленный рядом со стадионом. Выглядит действительно классно. Второе – это прощальное видео с Палычем, наполненное огромным количеством отсылок и пасхалок. Без любви к клубу и без любви к Палычу такое не сделать. Незадолго до полуночи 1 июня грянул анонс от Спортэкспресса. Готовится масштабное интервью. По имени автора интервью и по срочности этого анонса стало понятно – Юрий Семин заготовил бомбу. Ровно в полночь заканчивался его контракт с «Локомотивом», а следовательно, узы, которые связывали его по рукам и ногам, чтобы он не наговорил лишнего, спали. Интервью вышло довольно программным и в целом повторяю те тезисы, которыми нас кормил Игорь Рябинер весь этот год. Однако даже такое интервью все равно гораздо более стройное, чем то, что дал Анатолий Мещеряков сразу после того, как было озвучено решение о назначении Марка Николича. И, конечно, гораздо более интересным, чем интервью Василия Кикнадзе, данное в глаза Владимиру Стогниенко. «Мы не можем больше позволить себе роскошь брать возрастных футболистов. Мы должны стараться…» При этом я прекрасно понимаю, что возрастные футболисты тоже нужны. И ни в коем случае я не зарекаюсь и не говорю, что мы теперь будем брать только 18-летних, и об этом только и вести будем речь. Кстати, разбор этого интервью от лица психолога недавно вышел на Ютубе и получился довольно смешным. Это еще не теория лжи с моим тезкой Тимом Ротом, но уже где-то очень близко. Однако несколько цитат из этого интервью я все-таки хочу вам зачитать. «Ставлю футболиста в стартовый состав, готовлю его к следующему этапу работы, целиком и полностью на него рассчитываю, а генеральный директор подходит к нему и говорит «Давай так, ты уходишь, а мы тебе отдаем половину зарплаты за оставшийся срок контракта». Но сейчас в российском футболе есть новаторские идеи, которые исходят как раз от Анатолия Анатольевича и Василия Александровича. По их мнению, на первом месте должен стоять агент, который будет привозить игроков в состав. «Я хочу большего влияния не на процесс трансфера. Мне даже не интересно, как именно того или иного игрока берут. Для меня важно одно – нужен игрок или нет. Вот необходим был Камличенко, тем более, что в тот период мы еще не продлили Эдера. Возьмите его, не берут». Ну и многое другое в том же духе. Я думаю, что уж это интервью вы точно прочитали и свое собственное мнение составили. Пожалуй, впервые тренер пригосударственного клуба так открыто говорит о том, что руководство этого самого клуба действует в личных своих интересах, общается только с определенными агентами и работает на личную выгоду. Даже в той самой злополучной книге, которую, я так понимаю, мало кто прочел, Юрий Палыч далеко не так явно нападал на Илью Геркуса и на Эрика Штопельсхауса. Разумеется, такое интервью не могли оставить без внимания многочисленные телеграм-каналы. Вот, например, Василий Конов сетует то, что Палыч сжег мосты и не договорился с Олегом Белозеровым о должности свадебного генерала. Канал «Экспорт» считает то, что Игорь Робинер написал очень много и такое интервью просто никто не прочтет. А одиозный Николай Еременко прямо говорит, что черное – это белое, что именно Семен пытался избавиться от перспективной молодежи и набрать на их место опытных игроков от своих знакомых агентов. Хотя напоминаю, что днем ранее в клубных социальных сетях появилось 220 постов, в которых утверждалось прямо противоположное из уст этой самой перспективной молодежи. Юрий Павлович, спасибо вам за все. Благодаря вам я стал основным игроком «Локомотива» и начал попадать в сборную. Желаю вам крепкого здоровья и успешной тренерской карьеры. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Сегодня же, 1 июня, к работе должен был приступить новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич. Но вот незадача. В мире-то, оказывается, бушует пандемия, и все приезжие из иностранных государств должны пройти двухнедельный карантин. По данным разведки, Марк Николич прилетел в Москву только 29 мая, а значит, тренировкам сможет приступить где-то 13 июня. Пока же Марк Николич обживается в России. По данным портала metaratings.ru, место для проведения карантина выбрано неплохое. Это отель «Метрополь». Двухнедельное проживание самого Марка Николича и двух его помощников обойдется «Локомотиву» примерно в 800 тысяч рублей. Ну а что? Времена нынче тяжелые. Позволить себе королевский люкс с видом на Красную площадь «Локомотив» уже не может. Поэтому приходится вот так вот ужиматься. Даже стыдно как-то перед гостем. Тем временем тренировками «Локомотива» рулит старый штаб. Правда, без Палыча и без Олега Пашинина. По неофициальной информации, Олег Алексеевич слег с гастритом. Совпадение или нет, но по схожим причинам, Олег Пашинин уклонялся от работы главным тренером даже на короткое время уже дважды. В 2016 году он мог возглавить «Локомотив», а до этого вместо Евгения Хралачева должен был работать со Сдержинским химиком. Как бы то ни было, Олегу Пашинину я желаю здоровья и скорейшего выздоровления. Хватит с нас неприятных потрясений. Раз в тренерском штабе изменений нет, интересно посмотреть, какой будет состав у «Локомотива» на входе в сезон. И здесь есть интересные детали. Как минимум у пятерых игроков «Локомотива» есть подтвержденный диагноз коронавирус. Самым первым заболел фарфан. Ничего страшного, но я так понимаю, что в клинику он обратился из-за проявившихся симптомов. Далее весь «Локомотив» сдал тесты для того, чтобы можно было приступить к тренировкам. И здесь коронавирус обнаружился уже у четырех игроков. У Романа Тугарева, у Тимура Сулейманова, у Антона Коченкова и у Дмитрия Баринова. Самый интересный случай у Тимура Сулейманова. В эфире своего инстаграма он рассказал, что ковид у него был, оказывается, аж месяц назад. А сейчас он хорошо себя чувствует и не понимает, почему его не пускают на базу. Врач команды Никита Корлицкий сказал, что никакого коронавируса у Тимура Сулейманова месяц назад не было. Сейчас все сдали тесты и у четырех игроков он показал положительный результат. Опять же, по его словам, все четверо пропустят максимум 10 дней. Нужно лишь в течение трех суток сдать два подряд отрицательных теста. Ну что ж, посмотрим, когда они все-таки будут готовы. Еще один игрок, который завис в подвешенном состоянии, это Жуао Марио. Срок его аренды заканчивается 30 июня, и Локомотив уже отправил весточку в Интер, что выкупать его не собирается. 18 миллионов евро у нас нет. Однако чемпионат России возобновляется 21 июня и продлится как минимум еще месяц. На этот месяц Локомотив хотел бы Жуао Марио продлить, но здесь мяч на половине Интера. С одной стороны, им, конечно, нет никакого резона отпускать игрока в Локомотив, где он может получить травму, где по 9 тысяч зараженных каждый день, и есть великий риск того, что они потом этого Жуао Марио уже никуда не продадут. С другой стороны, особых покупателей на Жуао Марио и сейчас нету, а так, может быть, он хоть как-то себя проявит. В этой ситуации все разрулить должны мастер переговоров Василий Кикнадзе и алжирский принц Нобиль Мироптен. Возможно, конечно, из казны клуба утечет еще миллион-два евро, но времена нынче трудные, вы же понимаете. Кстати, о коронавирусе. С верхушки власти спустили решение, что чемпионат России возобновляется не просто так, а вместе с болельщиками. На стадионы будут пускать по 10% от общей вместимости. Интернет взорвался моментально, решение было названо позорным, поспешным, неуместным, идущим вразрез с европейским опытом. Но мне кажется, что хуже уже не будет. Карантин в России, мне кажется, уже достаточно давно больше фикция для пополнения казны штрафами, чем реальная борьба с вирусом. С 1 июня в Москве открываются ярмарки выходного дня, многие магазины, в том числе большие и крупные, как Икея. И в скором времени должны открыться кинотеатры. А чем футбол-то хуже? Держать людей в заперти месяцами все равно невозможно. Они пойдут на улицы в поисках работы, в поисках развлечений. Так что лучше уж их направить на стадионы, где они будут хотя бы под каким-то контролем, чем делать вид, что у нас работающий карантин, как это сделано с парикмахерскими и салонами красоты. Вроде бы все закрыты, но все прекрасно понимают, что они и так работают. Но об этом вам расскажут на других, более профильных YouTube-каналах. Ну а у меня на сегодня про локомотив все. Если вам понравился такой формат видео, то подпишитесь на канал, поставьте палец вверх и напишите комментарий к видео. С вами был Тим, пока!